Эти работы написаны под впечатлением от арт-путешествий. За три года художница побывала в Монголии и в Италии. Сначала все она фиксировала у себя в блокнотах, а уже потом это переросло в серию таких работ. И они удивляют своими размерами, обращает внимание на графику художницы зампредседателя Союза художников Владимир Черков. Валентину Дирижанову он называет одним из символов современного искусства Сибири. Это художница, которая на самом деле, может быть я могу осторожно так сказать, смогла трансформировать, переработать так называемую иркутскую живописную школу. Выйти на такой большой формат, значит нужно иметь очень большой запас профессиональной прочности. Но не только профессиональной. Писать такие крупные вещи нужно дух иметь. Крупный дух. Это те люди, что называется, по большому счету. Присутствовать на выставке Валентина Дирижанова не смогла. Она живет и работает в Иркутской области. Но свое видение этих контрастов она передала организаторам. Так можно узнать, что сравнительный анализ Монголии и Италии она проводить не собиралась. Уж слишком разные страны, особенно по культурному наследию. На бумаге монгольские женщины идут навстречу ветру. Рядом прячется где-то в степи олень. А это уже тезка знаменитого колизея из городка Пацуоли, античный амфитеатр Флавиев. Ну, знаете, очень приятное. Тем более, что я как-то детство прошла на Дальнем Востоке, в естественной природе, в Уссурийской девственной тайге, тогда еще. И мне было очень приятно. Там рядом был Китай и Монголия. В общем-то, хорошие работы. Знаете, как-то оптимистичные такие. Единственное, что сбивает Тамару Зайцеву – пластиковая защита каждой работы. Уж сильно бликует. Но это особенности транспортировки. Выставка передвижная. Стекло может треснуть. Но даже через блики можно увидеть правду искусства. Она транслирует свое восприятие мира, которое окружающее ее. То есть это Сибирь, это та же Монголия, там Алтай, в которых я тоже бывал. Поэтому я вижу, что здесь правда искусства есть, наблюдается. А вот есть ли правда в итальянской серии, никто из присутствующих оценить не взялся. Собор Святого Петра так и остался графичной работой на стене Дома художника. Найти контрасты и сравнить впечатления можно до 18 июля.